Здравствуйте, дорогие зрители! Эфир телеканала Бакан24 продолжается. У нас вновь интервью с интересным человеком. На этот раз мы встречаемся в Хакасской республиканской филармонии, где уже проходят концерты заслуженного артиста Республики Карелия, баритона, музыканта Владислава Косарева. Здравствуйте, Владислав! Выйдешь из воды в трепете травы. Давно это было. С ног до головы С ног до головы Ты меня забыла С ног до головы С ног до головы Ты меня забыла Все обнажено Речка и закат Серебра теченье Ты теперь одета С головы До пят В платье С ног до головы С ног до головы С ум То Последний развали, ну, как-то я отказывался вежливо, потому что, ну, какой из меня худрук, когда я артист действующий. Вот. Ну, а потом концертов стало поменьше, я так подумал, ну, попробую. Ну, такого же в моей жизни еще не было. Дирижером я был, певцом являюсь. А вот, что такое художественное руководство, это, конечно, страшно немножко, но я по натуре авантюрист, по этому согласился. Вот. И два года я жил на два города, Москва, Соктовкар, Москва, летал туда. И вообще сложности где-то, ну, 10-14 дней. Каждый месяц я проводил там. Прекрасный город, маленький, уютный, и больше всего, конечно, ну, помимо моей работы, помимо замечательных коллег, с которыми мы подружились, мне понравилось то, что в Соктовкаре аэропорт практически не в черте города. То есть ты приземляешься. 15 минут идешь пешком, и ты на работе в филармонии. Вы цените время? Я ценю время, в том числе, потому что это невосполнимый ресурс. И всегда очень важно, на что ты его тратишь, потому что это не какое-то абстрактное время, это твоя жизнь. Вам хватает 24 часов в суток? Нет. И 48 не хватает. Всегда не хватает, потому что помимо огромного количества дел, которые надо переделать, у меня в голове все время крутится куча идей, каких-то программ, песен, сценариев, которые надо как-то упорядочить, как-то хотя бы в каком-то сыром виде разложить в голове, а потом зафиксировать на бумаге. И на это, как всегда, не хватает времени. И потом так случайно находишь какой-то клочок бумаги. Ух ты ж, как... И вот... Так что, ну, разбогатею, заведу себе секретаршу умную. Которая будет ваш тайминг делать. Да, тайм-менеджмент будет меня организовать. Я читала о вас. Вы родом из Смоленска, из простой, но очень музыкальной семьи. И, наверное, было очень много таких семейных посиделок, которые сопровождались песнями. Домашние посиделки, это все было. Как вы думаете, а мама чувствовала, что вы когда-нибудь выйдете на сцену? Что вы действительно запоете, запоете на профессиональном уровне? Знаете, мама меня всегда поддерживала во всех моих хороших начинаниях. Поскольку плохих в моей жизни было не так много. Ну, за исключением там увлечения мотоциклами таким легким моржеванием. Я как-то... Ну, это даже не моржевание. Я поставил себе цель вот залезть в последний раз в воду 31 августа в Смоленской области. Цель выполнил, даже не заболел, но больше не буду повторять. Ну вот. Мама... Мама... Такая любимая фраза была «Сынок, я же знаю, что ты все сделаешь правильно. С тобой все будет хорошо». И вот она очень часто повторяла, повторяет до сих пор мне эту фразу. И вот благодаря такому маминому напутствию у меня так в жизни достаточно удачно сложилось. То есть она вас всегда поддерживала? Она меня поддерживала, когда я захотел стать дирижером. Она меня поддерживала, когда я стал певцом. Хотя это была, конечно, очень большая авантюра с моей стороны. Она меня поддерживает до сих пор и очень аккуратно, но конструктивно критикует. Когда я приезжаю домой, начинаю распиваться, впиваю какую-то новую программу. Мама так... Сынок, сынок, по-моему, поджимаешь мышцы. Да-да, мам, извини. Распился плохо, кровь не пошла еще к аппарату. Но она не профессиональный певец. Она не профессиональный певец, но она все слышит. И причем удивительно, ей 75 лет, но у нее такой же тембр вот абсолютно не изменился, какой был вот в моем далеком детстве. Это, наверное, такой наш русский код у людей, любить петь. И даже если у нас нет музыкального образования, мы поймем, когда кто-то фальшивец, да? Да, образование, вы знаете, поет не образование, поет душа. Сначала душа, потом голос, потом образование. Поэтому если образования нет, это не страшно. Даже если голоса нет, это, ну, как многие говорят, нет у меня голоса. Да есть он у всех. Просто его надо вытащить, оформить, и самое главное, избавиться от каких-то комплексов. Вот и все. И поют, на самом деле, абсолютно все люди. А помните песню из своего детства какую-то? Я помню колыбельные. Это первое, что я услышал в далеком детстве. Их было две. Одна была за печкой поет сверчок. Вы моя любимая. Гомонись, не плачь, сынок, да, там за окно морозное. Из фильма, господи, не вспомню, из какого. Долгая дорога в дюймах. Да, 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 да. И, конечно же, баю-баюшки, баю, не ложись, а на краю. И вот ее... Я все время не дослушал до второго куплета. То есть я знал, что придет волчок, вот если я не заснул, но он, конечно, меня цапнет аккуратно, но сильно не укусит. Но все равно, на всякий случай, лучше заснуть, что я и делал. Почему выбрали именно романс для исполнения? Эстраду, музыку? Да, поначалу я пел романсы, народные песни, и потом стал, конечно, и советскую эстраду, и зарубежную. Ну, знаете, я часто отвечаю на вопрос подобного рода, так же, какие ваши любимые песни. А все очень просто. У меня нет нелюбимых. Все, что я пою, я люблю. Это песни, которые я считаю своими, родными, которые вызывают в моей душе какие-то вибрации, какое-то биение. Именно этим я хочу поделиться со своими зрителями. Поэтому неважно, какой это жанр. Ну, оперу я, к сожалению, видимо, уже не буду исполнять никогда. Это все-таки профессиональный спорт, которым надо заниматься с ранних лет. А вот камерный репертуар, песенный репертуар, это мое. Тем более, когда есть возможность выступить либо с симфоническим, либо с народным оркестром. Потому что под минусом, это как-то совсем жутко, под электронику, под сэмпл. Ну, приходится иногда. Но когда ты исполняешь романсы или советские песни, эстрадные в сопровождении вот этого вот уникального музыкального организма, ну, это же просто чуга. Это ни с чем не передаваемое удовольствие. Как говорил Эдит Пиаф, петь песни – лучшее занятие на свете. Я с ней согласен. Ну, любой так про свою профессию скажет. Врач, да, летчик-испытатель, мчайстник. Каждый скажет, что спасать людей на пожаре – это лучшее занятие на свете. Будет прав. Владислав, вокруг нас сейчас очень много легкой музыки. Как вы тактично выразились. Да, именно легкая, она такая стремительная, порой однодневная. А вот именно классической музыки, эстрадной музыки очень мало. Вот вы говорите, что вы исполняете музыку советских лет. Не испытываете ли вы сейчас голода, репертуарного голода, потому что эстрадные песни, классические песни мало сегодня кто пишет. Да. С одной стороны, конечно, да. Сейчас объясню, потому что есть и другая сторона. Поскольку, как часто я говорю, у нас, ну, хорошо, назовем это легкой музыкой, хотя я обычно выражаюсь несколько конкретнее. У нас эстрадной музыки очень мало, и ее практически никто не занимается. То есть, есть отдельные какие-то композиторы, поэты, ну, как правило, вот иногда в кино услышишь интересные треки, думаешь, да, да, я бы это спел, я бы это попробовал включить в репертуар. А так, конечно, проблема очень серьезная, потому что, ну, в этом смысле, вот, кто поет в опере, им несколько проще, да, ну, это классика. Она будет всегда, и пускай у нее не будет широкого спроса, но, там, можно выучить, там, 5-7 арий, условно говоря, да, опер, и всю жизнь гастролировать, петь в разных театрах, и, в принципе, у тебя будет востребованность. С песнями несколько иная ситуация, потому что, с одной стороны, эстрадная песня, она, да, она очень сильно привязана к эпохе. Сменилось время, сменились ритмы, интонации, и уже требуется другой музыкальный язык. Но, что касается 20-го века, вот, возникло такое удивительное явление, как классика эстрады. То есть, это песни, которые, с одной стороны, да, написаны в прошлом веке, но они прошли испытанием времени, и сейчас, грубо говоря, на них есть спрос. Они людям нужны. Они, вот, в силу того, что были написаны настоящими профессионалами, и, ну, просто людьми с больших букв, личностями, они звучат очень современно, актуально. И, опять же, что касается симфонического оркестра, вот, песенный жанр в сопровождении симфы, это тоже определенного рода классика. Потому что, если мы говорим о популярной музыке, где электронные сэмплы, там, меняются чуть ли не, там, не каждую неделю, и постоянно что-то синтезируют, придумают новое, это устарело, бесконечный круговорот. Да, там быть на пике очень сложно, и сегодня ты у всех на устах, а завтра ты безнадежно отстал, и все. но в этом смысле мне немножко повезло, немножко, вернее, как следует, потому что вот та самая классика эстрады в сопровождении симфонического оркестра, она отчасти вне времени, то есть у нее всегда будет свой зритель. Да, это не молодежь, да, это не подростки, но люди, которые что-то в жизни пережили, испытали, и, быть боже, не самые радостные события произошли в их жизни, вот они в этом жанре эстрадной песни они находят ну, что-то созвучное себе своим переживанием, своему личному опыту. И, с другой стороны, это то, чем мы с маэстро занимаемся с большим удовольствием, мы возвращаем на эстраду незаслуженно забытые песни, которые были написаны теми же мастерами 20 века, да даже из репертуара Муслима Магомаева спета не все, я не говорю сейчас о романцах или операх, но, не так много, но можно найти песни прекрасные на стихи, там, Добронравова, на стихи Дербенева, кстати, и сам Муслим Магомаев писал песни, мы-то знаем только «Синю вечность» и «Элегию», музыка Магомаева, все, но у него есть «Далекое близкое», у него есть «Приснившийся песенка» на стихи Роберта Рождественского, и вот если так покопаться, можно найти, можно найти песни, которые вот из той эпохи, которые при при должном усердии и при наличии хорошего аранжировщика можно вернуть обратно на эстраду, и люди слушают «Ух ты, а это здорово, а нам это нравится, а нам это необходимо». Мирное небо над крепостью Бреста, в тесной квартире счастливые лица, вас политрук приглашает невесту, новенький кубик блестит на петлице. А за окном, за окном красота новолунья шепчутся звуком плакучие ивы. Год сорок первый, начало июня все еще живы, все еще живы, все еще живы, все, все, все. Смотрит на Невском с афиши утеса В кинотеатрах идет Волга-Волга, снова Кронштадт провожает матросов, будет учебным поход их недолго. А за кормой, за кормой белой ночи раздумья кружатся чайки над Финским заливом. Год сорок первый, начало июня все еще живы, все еще живы, все еще живы, все, все, все. Владислав, скажите, есть ли те песни, которые, когда вы поете, они у вас связаны с какими-то переживаниями, историями в жизни? Знаете, есть несколько песен, которые я выучил вместе с своим дедом в далеком детстве. Это военные песни. Начали мы со Дня Победы и практически, ну, наверное, три четверти военного моего репертуара, это песни, которые я выучил вместе с Георгием Андреевичем. Он воевал? Он воевал, да. Он сначала был в оккупации, потом, когда немцев прогнали со Смоленщины в сентябре 43-го года он пошел на фронт, а с войны он вернулся в декабре 46-го года, потому что с мая 45-го по декабре 46-го он воевал на Западной Украине. И если про Великую Отечественную, ну, что-то может было от него добиться, каких-то очень скупых солдатских историй, то про эти полтора года он не рассказывал вообще ничего. Никогда. Фильмы про войну он не мог смотреть, он вставал и уходил все, говорит, а я навоевался. Вот, и для меня всегда самая большая проблема, когда я пою эти песни, особенно День Победы, вот только бы сдержать слезы, потому что моего деда не было ярко выраженного голоса громогласного, но в этих песнях была такая правда солдатская, правда человека, который не то что своими глазами это все видел, он через это прошел. И только эти люди знали цену той победы, которую они заплатили, и цену каждого слова в песне о событиях войны Великой Отечественной. Поэтому вот эти песни для меня, они особенные, и сколько бы я их не пел, как бы я над ними не работал, я все равно понимаю, что я никогда не приближусь к той честности, которая была у моего деда. Мы все прошли через пламя и дым, погибших слава и слава живым. Победа! Победа! Мы верим и знали победить! Победа! Победа! Мы верим и знали победить! Ура! 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 Владислав, скажите, пожалуйста, а своим детям вы бы пожелали карьеру, профессию артиста? Ой! Я пожелал бы своим детям прежде всего заниматься любимым делом и служить людям через это самое дело. Потому что любая работа, любая профессия, у нее есть как внешняя страна, так и скрытая. И, наверное, да, профессия артиста, певца, она кому-то покажется очень такой праздничной, радостной. Ну, может быть, вышел на сцену, поешь песни, тебе аплодируют, дарят цветы. Но мало кто знает, для того, чтобы сделать одну программу из двух отделений, сколько труда, сколько часов, сколько нервов уходит на это. Ну, про деньги я не говорю, это, ладно, это понятно. Но именно, вот сколько жизни на это надо потратить. Наверное, у кого-то получается с меньшими затратами. Счастливый человек. Ну, для меня всегда это пахотный труд. Поэтому я пожелал бы им прежде всего найти себя и найти ту работу, которая бы приносила им удовлетворение. Прежде всего, вот в каком-то таком личностном, моральном плане. Когда ты делаешь дело и понимаешь, что благодаря твоему делу люди становятся чуточку счастливее, радостнее. Когда опускается занавес, вы какой? Ой, проходит минут 10, когда у меня адреналин уходит из крови. И я такой, господи, никогда больше я не выйду на сцену. Быстрее в гостиницу, все, лечь и так. Все, ладно, ладно. Потом проходит ночь. Так, ну что, надо распеться. Сегодня концерт. Сегодня мы куда едем в Минусинск. И так повторяется каждый раз. Потому что, ну, это очень затратное дело радовать людей. Но я очень люблю этим заниматься. Как вы считаете, вы избалованный артист? Я никогда об этом не задумывался вообще. Сейчас я должен ответить, да? Думаю, что нет. А когда мне баловаться-то? Я работаю большую часть времени. То есть для вас не важно, в какой город вас позовут? Абсолютно. Скажу больше, я иногда даже выступаю бесплатно. Особенно если речь идет о каких-то мероприятиях, связанных там с детьми, с ветеранами или там с людьми. Ну, в конце концов, моя работа – это не заработок, это служение прежде всего. Но если за это заплатили – спасибо. Нет, ничего страшного. Проживем. Скажите, пожалуйста, есть ли в вашей жизни Бог? Вы верующий человек? Конечно. Вы верующий человек? Да, конечно, хотя моя жизнь иногда свидетельствует об обратном. Но в этом смысле я очень счастливый человек, потому что когда-то неоднократно я убеждался в том, что Он есть. Я совершенно был недостоин. Это не были какие-то там знамения, но как-то сопоставляя факты своих жизней и основываясь на каком-то внутреннем чутье, которое есть у каждого человека, тем более у музыканта, я понял, что Он существует. Надо просто знать, как с ним разговаривать и как впустить его в свою душу. Это не всегда удается человеку, особенно с каким-нибудь критическим складом ума. Но артистам это проще сделать не потому, что мы эмоциональны или внушаемы, но потому что у каждого человека и у артиста в том числе есть определенное духовное чутье. Скажите, пожалуйста, о чем вы еще мечтаете? Ну, чтобы мои близкие люди были здоровы и счастливы. Все очень просто. Вы, наверное, мечтаете о полных залах. Ну, знаете, это, когда, наступит время, когда я уйду со сцены и не буду смотреть в зал, люди не будут смотреть на меня на сцене, но я не могу вам сказать, что я буду очень сильно об этом сожалеть. Мне будет не хватать, конечно, сцены, но я бы очень хотел, чтобы на мое место через лет 30-50, не знаю, насколько мне хватит, пришли новые молодые энергичные певцы, которые бы продолжили вот этот жанр, классику эстрады. Которые стали бы дальше исполнять, открывать для новых зрителей вот эти прекрасные песни классической эстрады. Владислав, я благодарю вас за этот разговор. Нет, это я вас благодарю за этот разговор. Спасибо. Потому что это не комплимент. Я часто общаюсь с журналистами, но если вы посмотрите, я со всеми общаюсь по-разному. Не потому что кто-то мне нравится, кто-то не нравится, но просто вот в зависимости от того, какие вопросы и как мне задают, я отвечаю. Спасибо. Нет, это вам спасибо. Спасибо большое. Друзья, вот такое у нас получилось интервью. Всего вам самого хорошего и не переключайтесь. Просто встретились два одиночества, развели у дороги костер, а костру разгораться не хочется, вот и весь, вот и весь разговор. Спасибо. Спасибо.